Золотые кадры нашей новейшей истории. Февраль 2020-го. Первый день сбора подписей за присвоение Нижнему Новгороду звание города трудовой доблести. Проходная прославленного Красного Сормова. Конечно, наш город достойен этого звания. Мои родители вообще в войну работали на заводе. Танки делали. Победу ковали. Наш город очень достоин, чтобы получить звание такое. А это первое заседание оргкомитета 20 января. Промышленники, общественность, представители культуры, науки и, конечно, ветераны. Единодушны все. Героическую память надо обязательно сохранить. Помнить о нас, о людях, которые добились такой победы, сохранились в стране. Ну надо же помнить об этом. Но нельзя это забывать. Это не нужно, я все говорю, мертвым. Это нужно живым. Вот как тогда начал этого большого пути оценивал губернатор. Труд предстоит огромный. Но такое важное извиняющее дело должно быть исполнено обязательно. Убежден, что Нижний Новгород – это один из тех городов, который в самой значительной степени достоин присвоения такого статуса. Цифры не буду опять называть. Вклад был огромен. Переоценить его невозможно. Будем готовить документы, представлять, рассчитывая, что мы получим поддержку на всех уровнях. Вклад Горького в победу действительно огромен. 31 тысяча танков и самоходных артиллерийских установок. 101 673 пушки. 170 тысяч автомобилей. 16 тысяч самолетов. 1165 катюш. 57 миллионов боеприпасов. 3 бронепоезда. 27 подводных лодок. Вот как, например, оценивал роль Горького, а именно Красного Сормова, где выпускали 34-ки легендарный маршал Жуков при обороне Москвы. В октябре 41-го начали получать с Сормовского завода танки Т-34. Эта помощь пришла вовремя и сыграла большую роль в битве за Москву. Целых 8 горьковских заводов получили ордена за трудовой подвиг. В 41-м за образцовое выполнение заданий правительства по выпуску боевых самолетов авиационный завод номер 21 награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 42-м за образцовое выполнение заданий правительства производства минометов завод «Двигатель революции» награжден орденом Трудового Красного Знамени. В том же 42-м МАШ-завод награжден Орденом Трудового Красного Знамени, а в 45-м заводу вручают Орден Отечественной Войны Первой Степени. Целая россыпь драгоценных наград у Горьковского автозавода. Орден Ленина, Орден Красного Знамени, Орден Отечественной Войны Первой Степени. Завод Красное Сормова в 43-м году награжден Орденом Ленина за успешное выполнение заданий по производству танков и бронекорпусов и в 45-м Орденом Отечественной Войны Первой Степени. В 44-м завод Красное Этна награжден Орденом Ленина за образцовое исполнение заказов для фронта. Завод номер 197 Наркомэлектропрома, сейчас это Нител, 21 января 44-го года за образцовое выполнение заданий правительства по обеспечению Красной Армии специальной аппаратурой награжден Орденом Ленина. И в 45-м Красный Металист, сейчас это завод имени Петровского, награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Неудивительно, что на совещании, где было принято судьбоносное решение о присвоении городам звание города трудовой доблести, именно Нижний Новгород особо отметил президент Путин. Показательный, конечно, пример Нижнего Новгорода, здесь уже только что говорили об этом. Его предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее число наград. А внуки и правнуки тех, кто без сна и отдыха под бомбежками работал на этих предприятиях, собрали 846 тысяч подписей. Как вот уже только что было сказано, больше лишь у Уфы, где в поддержку присвоения городу почетного звания собрали более миллиона подписей. Мы гордимся подвигом горьковчан и по праву считаем себя наследниками Великой Победы. Ждем в Нижнем Новгороде появление стелы с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении звания. А еще праздничные салюты. Статус обязывает, а праздник великий. Юрий Чухин, Время новостей.